Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ИТВИН в студии Павел Берсенев. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Когда жизнь человека на первом месте, Римпуть стал победителем областного конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года». От оператора до мастера за 15 лет, а сменный мастерста на 2350 ММК Константин Дедык был признан лучшим по своей профессии. Сопернику не оставили и шанса. Стальные лисы разгромили в двух последних матчах «Кузнецких медведей» с общим счетом 10-0. А сейчас об этих и других событиях более подробно. О работе медучреждений и проведении спортивных мероприятий в условиях пандемии говорили в эту пятницу на аппаратном совещании у главы города. Отмечу, это первая подобная встреча с журналистами за долгое время. Ольга Сухоплюева расскажет подробнее. Ситуация по заболеваемости COVID-19 в городе идет на спад. Об этом рассказала на аппаратном совещании Елена Симонова. На 11 февраля в Магнитогорске зарегистрировано 6664 заболевших коронавирусной инфекцией. 528 человек госпитализированы. Больницы, которые ранее перепрофилировали для лечения пациентов с COVID-19, возвращаются к работе в прежнем режиме. В настоящее время развернуто 475 коек. Это втрое меньше, чем в пик заболеваемости. Так, с 3 февраля городская больница номер 3, терапевтический корпус, начал прием пациентов по своим прежним профилям. Кардиология, неврология, ревматология. Также с 3 февраля в Центре охраны материнства и детства перепрофилированы 100 коек в доковидные профили. С 5 февраля областная психоневрологическая больница и сложный нейрологический диспансер тоже перешли к профильной деятельности. Те, кто заболел коронавирусной инфекцией, продолжают лечение. На сегодняшний день закупили более 30 тысяч упаковок необходимого препарата. Им планируют обеспечить более 7 тысяч пациентов. Кроме того, в городе активно идет вакцинация. Прививку от коронавируса сделали более 8 тысяч человек. Те же, у кого появились вопросы, связанные с этим коварным заболеванием, могут задать их специалистам по телефону горячей линии. Были моменты, когда мы не могли с КТ наладить как-то работу. Скорая помощь ввиду того, что сами врачи подтвердились заболеваниям, многие. И вот, к сожалению, не удалось этого избежать. Сегодня эти все моменты пройдены. Мы сегодня научились жить с этой болезнью, мы научились ее побеждать. Сложным 2020-й стал и для мира спорта. Из-за угрозы коронавируса количество мероприятий сократили в разы. За прошедший год провели всего 37 соревнований. В 2021-м организаторы намерены наверстать упущенное. С соблюдением необходимых требований безопасности проводят чемпионаты в игровых видах спорта. Руководитель управления в своем докладе отметил достижения магнитогорских команд в хоккее, баскетболе, волейболе, фигурном катании, а также успешное выступление российской сборной на этапе Кубка мира по сноуборду на Банном. Успешно начали зимний сезон легкоатлеты города. 24-28 января в Чебоксарске прошло первенство России и всероссийские соревнования по легкой атлетике. Среди юношей и девушек до 18 лет. Откуда воспитанницы тренера Ирины Николаевны Киселевой привезли три призовых места. Костриково-Арина на дистанциях 1,5 и 3 километра, Егорова и Елизавета 2000 метров. Говорили на аппаратном совещании и об уборке снега. Так, за минувшую неделю в очистке дорог задействовали 186 единиц техники и 80 рабочих. За данный период вывезли более 90 тысяч кубометров снега. Управляющий компанией глава города попросил уделить внимание крышам домов. Счищать снег, чтобы не допустить схода лавин. Ольга Сухоплюева, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. В ночь на 13 февраля с целью проведения ремонтных работ будет полностью перекрыто движение по путепроводу по улице 9 мая. В ночь с 12 на 13 февраля на территории города Магнитогорска будет перекрыт путепровод по улице 9 мая с целью проведения ремонтных работ. Ремонтные работы будут продолжаться ориентировочно в течение года. Заблаговременно рекомендую всем участникам дорожного движения выстраивать свои более оптимальные короткие маршруты во избежание недоразумений и задержек. Продолжаем программу. Молодой, перспективный, умеющий на отлично решать любые производственные задачи. Сменой мастер-стана 2350 Магнитогорского металлургического комбината Константин Дедык был признан лучшим по своей профессии. Такое звание он получает не впервые. Более того, со своей бригадой Константин Васильевич не раз выигрывал цеховые профсоревнования. О принципах работы и о составляющих успеха специалист рассказал в нашей съемочной группе. Словно кадры из захватывающего кинофильма сквозь клубы пара по ральгангам движется главный герой всего производственного процесса – лист горячего металла. За каждым из этапов превращения слябовой заготовки в конечный продукт на стане 2350 следит сменный мастер участка Константин Дедык. Контроль за качеством здесь осуществляется в режиме 24 на 7. Изначально выплавляется заготовка слябовая на ККЦ и также СПЦ. Дальше нагревается в наших методических печах и подается на стан прокатки. То есть разбивается, делается ширина листа и подкат для чистовой клетки ТРИО. Ширина выпускаемой металлопродукции – 2 метра, толщина – 20 миллиметров, длина – 12 метров. Путь от заготовки до толстого листа сляб проходит за 10 минут. Данный металлопрокат является востребованным у таких заказчиков, как машиностроение, вагоностроение для котлов, сосудов, работающих под давлением. Стан-2-350 – один из шести участков производства толстолистового проката ПАО ММК. Специалисты называют его особенным со своей славной историей. Наш участок, он уникальный. Во-первых, он имеет историю. То есть наш стан, он непосредственно один из тех легендарных станов, кто ковал победу в свое время во Второй мировой войне. И сегодня продукция, выпускаемая здесь, пользуется спросом у заказчика и отвечает всем необходимым стандартам качества. Только за смену стан производит порядка 700 тонн горячего металлопроката. Константин Дедык подчеркивает, он гордится, что 15 лет назад стал частью коллектива цеха. Ну, когда мне задают такой вопрос, когда я пришел, с чего начинал, я, как обычно, шучусь, я родился на этом стане. Почему? Потому что в 2005 году я здесь проходил практику. В 2006 уже, когда закончил образовательное учреждение, я уже устроился на постоянной основе. Вот этот самый листопрокатный цех еще тогда был, стан-2-350. Начинал свой трудовой путь с оператора поста управления. Проработав в этой должности 10 лет, стал исполнять обязанности сменного мастера. А затем получил назначение на мастера участка. Сейчас в бригаде Константина 28 человек. Он отвечает за работу и безопасность каждого из них. Я пришел после армии в 2006 году, и Константин пришел уже после практики работать. Мы начинали вместе работать. Как человек хороший, всегда отзывчивый, помогает все вопросы. Константин Васильевич я знаю с 2014 года, поэтому уже как руководителя, исполняющего обязанности мастера, выполняет, я еще раз говорю, свои задачи на 120%. Поэтому он и руководит бригадой, и бригада у него всегда на первом месте. Первое место по результатам профсоревнований Константин нередко получал и в так называемом личном зачете. В очередной раз был признан лучшим в своем деле буквально накануне. Для самого мастера такие признания являются стимулом и, конечно, обязывают и далее соответствовать заявленному уровню мастерства. Дочернее предприятие Магнитогорского металлургического комбината ООО «Ремпуть» стало победителем областного конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года». Компания праздновала успех в номинации «Организация работ по условиям и охране труда». Наша съемочная группа побывала в цехах «Ремпути» и выяснила, что стало залогом победы. В конкурсе на лучшего социально ответственного работодателя года приняло участие 172 предприятия Челябинской области. Только из Магнитогорска было отправлено 14 заявок. По организации работ по условиям и охране труда не было равных «Ремпути». В современном мире в связи с интенсивным развитием производственной сферы все большую роль начинает играть охрана труда. Ведь это важнейший элемент и социальной политики, и имиджа предприятия. И именно в этом направлении и двигается «Ремпуть». «На прошлый год у нас не было ни одного несчастного случая, даже легкого несчастного случая. Самый дорогой – это люди, это жизнь человеческая и здоровье человека. В общем-то, ну как? Человек пришел на работу и вдруг не вернулся, такого это недопустимо просто. Человек пришел, чтобы сюда заработать деньги и содержать свою семью. И первоочередное – это, естественно, здоровье и жизнь человека». Почетный статус был присужден не случайно, ведь за прошлый год в обществе была проведена большая работа по охране труда. Например, на 53-х объектах была внедрена система 5С. Это концепция особой организации рабочего места, цель которой – улучшить производство с одной стороны и обезопасить труд с другой. Инса Фоминиев – токарь цеха сервисного обслуживания локомотивов. Один из самых опытных работников «Ремпути». Он трудится здесь с 1987 года. Он свидетель того, как происходили перемены на родном предприятии. «Ремпуть», конечно, изменился очень сильно за это время. «Условия работы лучше стали». Создание комфортных условий также в списке приоритетных задач. А недавно была отремонтирована комната приема пищи. Установлены новые холодильники, микроволновки, кулеры с водой. Большой уклон был сделан на подготовку сотрудников. Были оборудованы 6 компьютерных классов, где ежегодно все работники проходят тестирование на знания правил охраны труда. «Мы разработали массу различных тестов и вопросов, которые проходят. По результатам этого обучения мы видим, что процент не сдавших у нас снизился. Очень здорово снизился. Порядка 10% максимум у нас бывает не сдавших». Еще одним успешным нововведением стали поведенческие аудиты. В случае, если работник что-то делает неправильно, то непосредственные руководители разъясняли, как грамотно и безопасно выполнить работу. Кроме того, сами рабочие могли внести коррективы в работу предприятия. «Именно обратная связь устанавливалась. То есть очень удобно понимать, что действительно не хватает работнику на рабочем месте, какие проблемы существуют. И тем самым мы быстрее решаем эти проблемы». Еще одно знаковое событие, которое произошло в Ремпути – получение международного сертификата соответствия требованиям ИСО по системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Павел Берсенев, Александр Макаров, телекомпания ТВИН. К другим темам. Какие сорта томатов хотят выращивать садоводы на своих участках лета? Самые ароматные, вкусные и сладкие. В следующем сюжете опытные мастера аграрии представят топ сортов томатов тройку общепризнанных лидеров по вкусовым качествам. Директор садовой фирмы Виктория Алексей Степанов уже традиционно рекомендует магнитогорским садоводам исключительно те сорта томатов, которые не только хороши на вкус, но и прекрасно зарекомендовали себя в наших климатических условиях. Томаты, которые мы хотели бы представить нашим садоводам, которые мы сами увидели, попробовали и хотим порекомендовать. Ну, конечно, безупречный томат. Это томат французской селекции, томат Сара. Это крупноплодный томат с самой любимой формы плода. Да, это форма бычьего сердца. Это крупный томат, вес которого достигает до 600 грамм. Томат Сара сажала два года, 19-20 год. Изумительный гибрид. Очень мне понравился, я отказываться от него не хочу. И покупателям я его своим всем очень-очень советую. Ну, в нем все. И урожайность, и размер, и красота, и вкус. Ну, просто изумительный. А урожайность, ну, в открытом грунте я выращивала, ну, 7 полноценных кистей получилось и в 19-м, и в 20-м. В топе самых вкусных томатов также ультраскороспелый крупноплодный гибрид Prima Red. Дальше я хотел бы предложить нашим садоводам этот томат Prima Red. На упаковке так и написано. Прекрасный сладкий вкус. А в отличие от томата Сара, он меньше, его масса порядка 200 грамм, он просто идеален для засолки. У него очень интересный вид, такой форма плода с носиком. Его тоже, конечно, не спутать ни с чем, ни с какими другими томатами. И многие наши садоводы отдают именно этому томату предпочтение. Не только за этот замечательный вид и форму плода, но и, конечно же, за вкус. Среди сортов томатов серии Cherry лидерские позиции по вкусовым качествам занимает гордость российской селекции – кистевой томат Elf. Cherry гибрид Elf. Это совершенно замечательный, один из моих самых любимых гибридов Cherry. Он индетерминатный, достаточно высокоросный, необыкновенно продуктивный. Вы сами видите, какие кисти. Причем это гибрид из группы кистевых. То есть кисточки очень красивые, аккуратные, плотные, двухсторонние. Вкус у него такой освежающий, кисло-сладкий и с фруктовым послевкусием. То есть это уже не овощ, может быть, еще и не фрукт, но уже точно не овощ. Я присутствовал на дегустациях, и томат Elf был вне конкуренции. А конкуренция была серьезная. И вот многие эксперты отметили, что вот именно томат Elf обладает таким необычным, очень-очень аппетитным вкусом. Этот вкус напоминает вкус фруктов. Садоводы, наши эксперты, кто принимал участие в посадках и дегустациях, отмечали, что этот томат можно сравнить с конфетами. Кто хочет сладкий черек, советую томат Elf. Я уверен, что наши садоводы будут довольны. Вся тройка лидеров самые сладкие и вкусные томаты Elf, Sara и Prima Red уже в продаже в садовых центрах Виктория. К началу нового сезона поступило большое количество посадочного материала – семян, овощей и цветов. Садовые центры Виктория открыты для покупателей ежедневно, без выходных и перерывов с 9 до 19 часов. Юлия Черешнева, Юлия Никифорова, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН. Впереди нас ожидает много праздников. День всех влюбленных – 23 февраля и женский день 8 марта. А вместе с ними и череда застолий. Порадовать близких и удивить гостей вкусным угощением предлагает компания «Рыбак Камчатки». Только на ее прилавках вы найдете тихоокеанскую рыбу натурального копчения, а также настоящую красную икру. Все ближайшие выходные «Рыбак Камчатки» приглашает за покупками во дворец спорта имени Рамазана. Один только вид этих дальневосточных деликатесов вызывает аппетит. Из лавки компании «Рыбак Камчатки» невозможно уйти без покупки. Постоянным покупателям хорошо известен особенный вкус этой копченой и соленой рыбы. Антонина Владимировна каждый раз в числе первых спешит приобрести вкусные и полезные морские дары. Она всегда свежая у них здесь, поэтому мы и ходим уже сколько мы лет, сколько они ездят, столько мы и ходим. Потому что в магазин придешь, такой нету все равно. Чивыча, палтус, нерка, треска или скумбрия холодного копчения хороши в нарезке и на бутерброды. А это же рыба, но прокопченная в горячей печи будет особенно вкусна с картофельным пюре или рисом. Для тех, у кого особая диета, есть рыба малосольная. «Для любителей рыбочки, которые не любят косточки, мы предлагаем белорыбицу. Это балычок белого мяска. Она у нас как и холодного, так и горячего копчения. Это была огромная рыбина, с которой мы достали все косточки, сделали с нее чистое, вкусное, жирное филе». Красное золото Камчатского края и карачьевычи. Крупнозернистая, рассыпчатая и жирная, богатая белком, микроэлементами и витамином D. Идеальный продукт для сохранения молодости и поддержания иммунитета. Как видите, наша вся икра, какая красивая, рассыпчатая, не водянистая. Икриночка к икриночку, так и рассыпается. Еще одна отличительная особенность компании «Рыбак Камчатки» – большой выбор свежемороженной продукции. В вакуумной упаковке ни грамма снега или льда, только рыба, которую, кстати, уже почистили на производстве. Горбуша, окуни, треска представлены в виде филе, белорыбец и чавыча – в виде стейков. Стейки и чавыча готовятся очень просто. Буквально немножко сольки, перчика посыпали с двух сторон, немножечко подержали, минут 10 подержали. И сразу или на мангал, или на сковородочку жарим буквально по 5 минут с каждой сторонки. И рыбка полезная и вкусная уже готова к вашему употреблению. Побаловать себя и своих близких полезной тихоокеанской рыбой можно, посетив торговую точку компании «Рыбак Камчатки». Она расположилась в дворце спорта имени Рамазана и будет гостить в Магнитогорске по 14 февраля включительно. Павел Берсенев, Елена Тимофеева, Алексей Абашин, телекомпания ТВИН. Город без опасности – так называется новый проект телекомпании ТВИН. В воскресенье 14 февраля в эфир выйдет второй выпуск и вот что вы увидите сразу после хоккейного матча между Магнитогорским Металлургом и Финским Йокеретом. Прежде чем тест должен остановиться, пускай даже там 40 будет метров остановки, ну я имею в виду до остановки, всегда, ну заранее говорю, чтобы проверяли тормозную систему. Может быть же так, что в мороз шланг тормозной лопнул. Не хотите попасть в аварию? Что за вопрос? Скажете вы. И да, обойтись без неприятностей очень просто, надо лишь соблюдать безопасную дистанцию, советует инструктор автошколы. Водитель при повороте направо должен уступить дорогу как пешеходам, так и другим транспортным средствам. И только убедившись, что он не создает помехи, завершать этот маневр. Уступив всем, им можно направо, даже при запрещающем красном сигнале светофора. Разгружается перекресток, экономятся бюджетные средства. И главное, водителям удобно. Как потом оказалось, при осмотре места задержания данных лиц был обнаружен нож, которым они совершили убийство продавца магазина. Вот таким образом я просто почистил случайность и, можно так сказать, оказался в нужное время, в нужном месте. Более 26 лет безупречной службы в госавтоинспекции. Наш герой убежден, дело, которому он посвятил лучшие годы жизни, дело благородное. В программе «Город безопасности» подполковник полиции в отставке Андрей Мелехин. О новостях спорта через несколько секунд. Две победы с общим счетом 10-0. Таков итог очередных домашних матчей молодежной хоккейной команды «Стальные лисы». За шесть периодов магнитогорцы позволили аутсайдеру Восточной конференции и кузнецким медведям совершить всего 20 бросков, а сами нанесли 85 и уверенно вернулись в зону плей-офф. О голевом празднике расскажет наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. 14-0 по броскам. С таким уникальным результатом завершился стартовый период первого матча. Хозяева не дали сопернику организовать ни одного опасного момента, а два своих воплотили в заброшенные шайбы. Сначала Андрей Мазякин, проводивший в этот вечер 150-ю игру в МХЛ, удачно подставил клюшку после броска Егора Мартынова и открыл счет. Затем уже сам Мартынов великолепно сыграл на паузе и эффектно пробил вратаря. В следующем отрезке магнитогорцы довели свое преимущество до разгромного. Третью шайбу в лиге забросил 16-летний защитник Всеволод Комаров, а Егор Мартынов набрал третье очко в матче. Автором следующего гола стал еще один 16-летний игрок, нападающий Роман Канцеров, а Максим Кузнецов и Егор Мошкин в этом розыгрыше оформили ассистентские дубли. Второй шайбой отметился дебютант лиги защитник Кирилл Жуков. Помогли ему партнеры по самой молодой пятерке МХЛ Роман Канцеров и Валентин Жугин. В заключительном периоде самый юный участник встречи Жугин, которому 16 исполнилось только в декабре, совершил классный перехват, убежал один на один, забил гол, который наверняка войдет в хит-парады, и набрал третье очко в матче. А яркую точку после отменного паса Никиты Гребенкина поставил Денис Корохов. 44-8 по броскам и 7-0 на табло. После подобных разгромов повторные игры нередко получаются гораздо более сложными для фаворитов. Спустя сутки хозяева долго раскачивались, а сибиряки действовали гораздо более самоотверженно и строго, чем накануне. Лишь на исходе 25-й минуты после классной передачи Романа Канцерова Валентин Жугин снова убежал один на один и послал шайбу в девятку. В дебюте заключительного отрезка юные нападающие разыграли еще одну красивую комбинацию, и Жугин отметился очередным красивейшим голом в падении, пробив вратаря. Итог встречи после паса Андрея Мазякина броском в пустые ворота подвел Максим Кузнецов. 3-0. Лисы вернули себе место в восьмерке и опережают омских ястребов на 4 очка. Ближайшие игры команда проведет 14 и 15 февраля. Прямую трансляцию первого матча смотрите в нашем эфире в воскресенье в полдень. Павел Зайцев, телекомпания ТВН. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. О новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах, в социальных сетях и на нашем сайте tvdfis.ru. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok